хей ой с вами шумки мы продолжим родить руку по названию dark souls a2 так что-то у меня а все нормально таксы и зачем я сюда пришел вопрос я же даже не помню что мы с вами есть чего нас с вами нету так что мне по кольцам по кольцам я хорошо так давайте наверное блин мне нужно вынуслив скачивать что мы вообще вкачем с вами я тоже этот момент упустил немного что вы в порядке звоните на мои товары короче нам нужно с вами еще закупиться у этого парниша чтобы у него появилась очень херительная броня но для этого нам нужно блин нам еще нужно будет старшинцы купить я веточку принципе если не ошибаюсь давайте во первых что мы сделаем посмотрим сколько я уже раз в игре сдох это очень сильно интересует сейчас покажет вы сдохли уже 35 или 40 чем-то раз они всего лишь 25 масть ладненько давайте тогда отправляться и на и так отправиться манчула мы с вами там открыли получается но вы этот уже как и называется проход там убили фантома красного тупого сильного красного фантома и у нас есть тут проход хорошо и вот здесь вот есть какой-то проходик там у нас наверху приятеля с дубинами опа забрать предмет теме дерево гиганта гигант покоится в мире а и тут только семечка было я думал здесь полноценный проход куда-то и что это значит по идее если я смотрел отсюда есть еще куда-то проход но 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 у нас получается ничего не остается кроме как вернуться манчулу и пойти с вами в другую ребят в локацию и это локейш подождите мне еще пойди нужно как-то в замок попасть темный а где моя вообще тетрадочка бог вы регут прохождение дарк соло часа быстренько я найду и мы с вами продолжим так вот она так пойди мы с вами что прошли я уже не помню что мы с вами прошли поэтому нам нужна огненная башня хейдом огненная башня хейда это у нас кажется вот он да мне бы на самом деле прокачать себе нормально все так человечность не хочется терять если знали я не хочу тери так осмотреть устройство не подается значит я все еще ничего здесь не могу сделать что у нас здесь вообще было здесь у нас был спуск канализация и потом просто разломы какие-то все разломленное все сломато и все в таком духе так окей опускаем сразу рычаг здесь у нас противников не было потом я поднялся вот сюда подожди это взять щит чё-то я немного не врубаюсь ну в принципе думает и ваша я думаю время бежать и отхилиться не ожидал на самом деле такого поворота и кто мне там за окном нахуй приятель я не ожидал тебя такой атаки а вот это нормально хорошо но он довольно опасный кошачок ходит так минус 2 фляги окей это что то что я и думаю да блин да уж забрать перед меня треснувшая сине ока что за снялка как разжечь отдохнуть слушать а за них дают довольно нормально денег я вам скажу в принципе четыре удара и не трупы треснувшая красное око нам не дает за это красное око красное или синий подождите синим так показать информацию треснувшая сине око предмет для игры по сети переносит вас мир виновного этот предмет могут использовать только синие стражи так нажимайте виновное чтобы укрепить связь со своим орденом блин не знаю но на самом деле опасный хороший выпад приятель чисто 11 до моё взял так ну смотрите на них принципе можно форме душа то есть двоих убили дай и плюс душа я не знаю что это за место подождите а это и есть огненная башня круто так почему у меня стоит не фляхом раз два три он вошел в агрессию и я его добиваю так плюс четыре тысячи будешь сейчас давайте еще последний раз убью его и мы с вами отправимся к манджулу раз два три удара делает он бледный камень стоять или белый камень там была бледный или белый так чё-то я не пойму немного 5 вещи адам бледный камень али 6 так снаряжение дополнительных эффектов бледный камень измененный волшебным титаном так применится на оружии или ищите чтобы снять и все посторонние эффекты это титан не отмечает усилия но снижает все эффекты такие как усиление магия огнем ядов и т.д. так теперь ты раз два три ой 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 вот это было сейчас опасно его выход так отличненько давайте тогда я думаю отправимся отправимся мы с вами в манджулу ну я думаю типа типа больше того сидящего можно не убивать я знаю что из него все говорят довольно хороший есть сет можно выбить из него но он в основном для танков а мы с вами не в танке так у нас есть 5000 и я думаю давайте это все потратим на прокачку нашего торговца купить предметы можно просто купить щит чтобы он у нас был он куплю щит сапоги сокольника у нас кажется доспехи до полностью есть эти спасибо приходите еще так теперь мы с вами отдохнем я быстро все вещи эти закину в тайничок так ящик с предметами пускай лежит щит как доспехи но мои я сложил потому что я основную я не езжу и поэтому жалко что он стрел не пройдет я бы купил у него стрел слушайте а в принципе я мог бы меч заточить свой не ему еще нужны деньги давайте с кузнецу сбегу посмотрим сколько стоит за . меча но довольно хороший меч поэтому я знал что ты скоро вернешься ладно показываю что у тебя есть слушать покажи мне лучше туда назад усилить оружие а мне его нету мерцать щит сатанит ладно не тратим ее время сколько прокачка стоит так новый уровень фу блин я думал я ее мечом на нее замахнулся 3200 да уж ну в принципе у нас вариантов не так много поэтому сейчас убиваем сначала блин корня в том что я буду сейчас дыхать а это что это минус человеческий облик вот что это и и у у у у у у у у у старый поножи рыцаря ухты это что новенькое показать информацию старый поножи рыцаря древние поножи а сколько веков этим поножем разваливающимся на глазах и совсем ветхи но иногда словно собирается вот-вот рассыпаться на части они озаряют все вокруг мощные вспышкой энергии так хорошо хороши ли они смотрите в принципе а но они весят очень много так я вижу там дракон спит ой тут мужик с булавой ооо приятель я короче отбегу немного выпьем и вернусь к тебе выпищу он довольно сильный да ёлки-палки добей его не я лучше отфелюсь ну нафиг не понимаете по это жестко слышите надеюсь он от народ хотя можно было просто бы пробежать по-тихому и следствие просто атакует мечом да ну он не одноразовый серьезно не давайте тогда лучше пробегусь делаем так делаем так угу до свидания прятали извини мне нужно бежать тут не бросил блин там тоже с челик для он за мной идет пацаны чё как пацаны чё как пока так там чели тут чели отдыхают уэй 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 не 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 пока А, не получилось. Не получилось. Я просто не хочу к нему сильно так подходить, ребят. Потому что он довольно сильный. Но чувствую, у меня ничего не выйдет. А у него выйдет. Мональд, с вот этой... Это ж ёма. Ну давайте еще раз попробуем пробежать. Все. Минус человечность. Мы сейчас будем чисто бегать. Угу. Мы сейчас будем чисто бегать. Пока, приятель. Мм, да. До свидания. Встретим сейчас еще. Ну. Фу. А, ладно. Никак так, как я задумал, но все же мы победили. А душа драконьего всадника. Изички. Так, а теперь там туман пропал, поэтому сюда могут прийти к нам. Поэтому погнали немного повыше. Так, здесь можно разжечь огонь. Так сказать, фух-фух. Давайте прочтем, что нам дали. Драконьего всадника. Душа драконьего всадника, верно служащая королю Вендрику. Давным-давно драконьи всадники на своих ящерах наводили ужас на врагов, наберенавшихся и прочной броней. Что? А, маневренности и прочной броней. Использовав душу драконьего всадника, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Привет. Ты из этих мест? Я зовут Лисия. Я за что принести искусство чудес, учение которого я следую. Я чувствую, что ты можешь понять и оценить их великую мощь. Но какой вы их цена? Пусть это решает его и сердце. Давай сначала посмотрим, что по предметам. Колокольчик. Увеличивает веру. Вот такое. Оно еще дорогое. Ух. Я вот это вот купил бы. Вот это. Но мне нужна вера 18. А мне вера 5. Поэтому, сори. Ох. Так. Кольцо молитвы. Кольцо. Так. Оснащенное верховным священником Волгрина. Усиливает веру. Священники великого города Волгрина постепенно грызли за власть нас. Так. Но среди них всегда оставалось несколько благородных, сильных духов людей. Кхм. Колокольчик. Колокольчик лирика. Большинство лириков получает этот в качестве первого колокольчика. А, у нас есть такой. Ммм. Лечение. Целище. Так. Целительное чудо, которое часто пользуются клерики. Слегка восстанавливает здоровье. Для использования чуда возьмите священный колокольчик. Катализатор. Используйте чудо у костром. Так. Среднее лечение. Бл-бл-бл. Восстанавливает здоровье. Сила чуда зависит от вашей веры. Чудеса это источник богов, которые много лет назад были переданы людям. Сейчас от них осталось лишь несколько томов. Так. Слово мощное лечение. Могущественное лечение. Слово из фалионата. Мощное лечение. Восстановление. Значительное количество здоровья. Эффект. Так. Эффект такой же, что... Тот же, что и мощного лечения, но чисто число использований ограничено. Ага. А там же типа без ограничений что ли? А книга мощного лечения невероятно сложна, поэтому лишь немного могут ей воспользоваться. Так. Подождите. Среднее лечение. Меньше. А. Типа. Использование одно, а здесь их ясно. Восстановление. Чудо среднего уровня постепенно восстанавливает здоровье. Это чудо использовавшее в бою отважные рыцари крыльки. Клилики, да. Линдельта. Из поколения в поколение передает передание о том, что некогда эти рыцари сразили дракона, угрожающего целым королевством. Сияние жизни великое чудо, достаточно могучие. Клилика медленно восстанавливает много здоровья. Клилика Форзелл был искусным чудотворцем и станет раинствующим воином. Спутник считали его рыцарем света, но враги боялись за демоническую силу. Утешительная молитва. Так, простейшее чудо для лириков. Очищающее тело удаляет все яд. Действует на вас и на союзников рядом. Оно появилось лишь недавно, поэтому исчезательное чудо считается не может. Тело. Простейшее чудо создана ударную волну, лишающую врагов равновесия. Отбрасывает врагов назад, но не наносит им урона. Тем не менее, может оказать очень полезный при умелом применении. Ну, в принципе, да. Довольность хорошая. Копьем молнии. Чудо, поражающее врагов. Копьем молнии. Говорят, что это наследие древнего клана. Вождя, который почитали как бога солнца. Название этого клана давно забыто, но лучезарное сияние нашего великого отца не угаснет никогда. Возвращение. Ну, это чудо, понятно, которое возвращает нас домой. Возвращает, использовавший последний костр, у которого тот отдыхал. Изначально так. Изначально же оно возвращало на родину. Проклятие медленно разрушает память и даже вспоминать о доме уходит, растворяется в тумане прошлого. Кострыжей. Неизменная часть бытия. Путешествовать. Цвет для практика. А проводник это, короче, чтоб, кажется, эти оставлять, как они называются, посланием или нет. Чудо создание специально для заблудших. Оно помогает увидеть большое сообщение из другого мира, правильно. Бесчисленный мир нас, так, наслаивается друг на друга и в местах их прикосновения, и вот эта душа сбивается с пути, оставляя последние надежды. Но это как раз для сетевой игры, в принципе. Это не для нас. До меня находили ужасные слухи об этом месте, и, боюсь, все они оказались правдой. Короля нет. Земли пусть лишили. Народ склоняется под тяжелым временем. Но я сейчас в их сердцах осталось совсем мало места для чудес. И все? Зачем я здесь? Ну, разве нужна причина, чтобы проводить... так, проповедовать чудеса? Мой наставник всегда говорил, что этим искусствам необходимо делиться с миром. И это все, что я желаю. Иногда я борюсь с желанием просто собрать вещи и вернуться домой. Потому что я не должна. И будучи здесь, в полном одиночестве я смогу по-настоящему испытать свою силу духом. Я думаю, этот собор будет переполнен людьми, но здесь не душе. Здесь ничего не происходит, значит, скоро мне придется двинуться дальше. Туда, где я смогу одурачить... Прости, помочь одураченным, несчастным и научить их... Ха-ха. Я думаю, этот собор будет переполнен людям и... Все. Все, до свидания. А, уже все? Да, уже все. Уже все, потому что мы с вами сейчас отправляемся на нашу родину. В Манджулу. У нас как раз с вами 16 тысяч. Сейчас я что-то понакупляю на эти денежки. Жалко, что нельзя продавать данный товар. Ну, сколько еще потратим? Давайте. Ну, мы с вами сэх покупали у него. Да. И по сокольнику. Рад, что вы в порядке. Ну, поговорить. Вы ведь уже видели того воина, что бродит по округе и таскает с собой огромную дубину? Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это потрясающий экземпляр. У этой громадиной штуки особенное исполнение. Волгрин такой днем с огнем не ссыщешь. Если случится вступить с ним в разговор, Пент... Так. Интересуйтесь, не желает ли он это и помотать. Я бы, конечно, хотел взглянуть на его поближе, но и без этого обещаю дать отличную цену. Я собираюсь вернуться на родину, но потом решил побыть тут еще немного. Я сейчас начал полную неплохую прибыль. Я не могу сейчас... Так, а не отказаться, хе-хе. Я собираюсь вернуться на родину, а все. Хорошо. Купить предметы. Что мы с вами купили? Мы купили все щиты, по идее. Это у нас уже 3500. Ладно, этот щит я, скорее всего, не покупал. 3500. А, ну блин, ну да. Слушайте. Можно купить этот еще на всякий случай, пускай будет у нас. Большое спасибо, приходите еще. Так, а теперь мы сейчас отдохнем и посмотрим, что у нас изменилось. Блин, ну 4000 осталось, это довольно мало. Это очень мало, что у нас есть сейчас. Он должен пойти завести новые товары. У него должны появиться первое, это охерительная броня, которую мы будем носить всю игру. И дальше это... Все, да. Она появилась. И броня боссов. Видите, типа он меняет положение. Сначала он здесь сидел, теперь тут и последняя фаза, это он здесь сидит. Простите, мы раньше уже встречались... А, простите, в последнее время масса дел. Не желаете посмотреть на мой товар? Прошу, чувствуйте себя как дома. Я недавно обновила ссортимент, правда не уверен, что вам все будет по карману. Фу, видите какой он стал? Я богат, я богат! Мне уже не нужно возвращаться на родину. Дом. Дом? А где? Где он дом? Я богат, я богат. Не нужно дома. Где купить предметы? Смотрим. Вот, ребята, вот эта броня нам нужно и короче с вами закупить. Это самая идеальная броня в игре. Это броня... А, доспехи Альвы. Я не вижу почему-то здесь нету брони боссов. Скорее всего мы еще и любили именно такого настоящего босса. 8000. Блин, я бы купил. Давайте я... Вы хорошо подумали? Вашего служить я не хочу все распродать. Так, давайте, наверное, я использую этим. А, так у меня, подождите, у меня только эти остались души боссов. Боссов. Ах ты ж, ё-моё. Ребята, нам придется сейчас отправиться на фарм. По-быстренькому инфармить. Еще, получается, сколько. Ну, немного, ладно. Давайте, в принципе, это с вами сделаем. Отправиться. Но можно сюда и сюда. Почему сюда? Подожди, мне нужно было ниже. Блин. Просто... Сейчас может быть одно... Одна херня. Все спящие рыцари могут на меня сейчас начать нападать. Я бы этого сильно не хотел. Очень сильно не хотел. А больше у нас таких врагов нигде нету, да? Он там спит? Ага, спит он. Херячет. Херячет. Заметьте, что у меня... Зараза. Ух ты, чьё моё! Фу, успел. Так, короче, ребят, здесь мы не пофармим. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, а теперь вопрос, как мне тогда всё это забудить? Ладно, отправиться, давайте тогда, блин, с гаунтов. Я не помню, сколько там черепахи наносят. Или давайте, в принципе, я пофармлюсь, потом вернёмся, когда у меня уже выйдут денежки и всё такое. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.